МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как досталась вся власть советам? Большой миф — это то, что большевики взяли власть. Коалиция взяла власть. Кем конкуренты считали Ленина и Троцкого? Никто серьезно не относился к тому, что большевики действительно могут распорядиться властью. Кто научил их делать революции? А у большевиков-то была, наоборот, создана партия жесткого типа, или, Ленин говорил, нового типа. И какие скандалы и интриги привели их в лидеры? В результате большевикам удалось вырвать случайное большинство в 1%. Вся власть советам. Любому современному человеку знаком этот лозунг. Из школьного курса истории мы знаем, что его выдвинул Ленин, лидер РСДРПБ или Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Раз мы 70 лет жили в советской стране, и власть все-таки досталась советам, сегодня мы привыкли думать, что большевики и советы — это одно и то же. И именно они свергли царя и затем прогнали Временное правительство. Но это огромное заблуждение, разобраться в котором необходимо для понимания многих событий. В октябре 1917 года власть действительно досталась советам. Но не большевикам. Большой миф — это то, что большевики взяли власть. Коалиция взяла власть. Везде в военно-революционные комитеты входили левые эсеры, анархисты, меньшевики-интернационалисты, социал-демократы-интернационалисты, то есть максималисты. Порядка 5-6 партий вместе с большевиками брали власть по всей стране. К началу 1917 года в Российской империи складывается политический кризис. Третий год идет Первая мировая война. Для нас довольно успешно. И союзники Англии, и Франция подталкивают Россию к ее продолжению. Но в низах растет недобольство внешней политикой. Оппозиция требует перемен и реформ, опираясь на солдат, бывших крестьян, которые хотят лишь одного — не умереть на фронте, а вернуться домой и хорошо жить. А император медлит с решением. Если взять царские манифесты в начале войны, ну что там говорилось? Там говорилось, что мы заступаемся за славянско-православную Сербию. Но большинство народа — это неграмотные или малограмотные люди. Большинство народа. Они впервые об этой Сербии слышали, и почему за нее надо заступаться. Ну сначала были патриотические настроения, патриотический подъем. Где-то полгода он продержался, но в 15-м году уже патриотических настроений не было. И за что воюем? И так вот несколько лет продолжается, и простые люди не могли этого понять. В конце февраля либерально-демократическая оппозиция заставляет Николая II отречься от престола и берет власть в свои руки. Но февральские революционеры — весьма неоднородная по своим взглядам масса. Это представители самых разных партий. И все четыре состава Временного правительства тоже совершенно разные по взглядам силы. Спустя полгода лидеры более леворадикальных группировок, опиравшиеся на советы и не вошедшие во Временное правительство, потребуют свергнуть и его. И это далеко не всегда большевики. Среди них есть и эсеры, и максималисты, и анархисты. Позднее, после октября 1917 года, они примкнут к большевикам. Хотя в этот период все они называют себя революционными демократами. А в дни обеих революций сами большевики находятся в абсолютном меньшинстве. Вы заметите, когда начались события революции, в феврале-марте большевики — 24 тысячи. По сравнению с теми же эсерами, это капля в море, потому что у эсеров было несколько сот тысяч членов. Другое дело, что качество этих членов было принципиально иное. Как же большевикам это позднее удалось — покорить такую огромную державу? Как горстка леворадикалов, имеющая в политических кругах довольно низкий рейтинг, сумела оказаться на самой верхушке власти и оттеснить остальных? Сегодня ученые вплотную подобрались к разгадке этой исторической интриги. Прежде всего, РСД РПБ — это на тот момент была партия совершенно нового типа. В уставе было четко заявлено, что членом партии может быть только тот, кто не просто разделяет установки программной цели и задачи партии, но и платит членские взносы и работает в одном из местных партийных кружков. Причем, более того, он подчиняется незыблемому принципу построения партии, принципу демократического централизма. Это тоже было ленинское ноу-хау. Принцип децентрализма гласил, решение любых партийных органов обязательно не только для всех нежестоящих партийных органов, но и для каждого члена партии. Это оказалось весьма эффективным. Позднее так будет построена КПСС и вся система государственной власти в СССР. Кроме того, большевики, в отличие от всех остальных оппозиционеров, хотя бы четко заявляют, что нужно делать с властью и страной. Но это сработает осенью, а в июне, на первом Всероссийском съезде Советов, в Таврическом дворце, в большевиков еще никто не верит. Это тот съезд, где вот эта знаменитая ленинская фраза «Есть такая партия». Это когда вопрек Керенского, что никакой политической силы, способной взять власть и правильнее распорядиться, не существует, то Ленин с места выкринул «Есть такая партия». Чем, кстати, вызвал бурю смеха. Вот, поскольку никто серьезно не относился к тому, что большевики действительно могут распорядиться властью. Хотя в активе большевиков есть опытные политики и боевики, ведущие революционную деятельность не один десяток лет. В смутные дни 1905 года, когда предпринимается попытка государственного переворота, создаются советы рабочих и солдатских депутатов. Совет – это выборный представительский орган власти. Мини-парламент. Народная вечер. Солдатские советы – это главный стержень Октябрьской революции. Но солдатские советы, как правило, объединялись с рабочими. Они как бы в большинстве городов соединены были. Это старинный русский город Иваново. В 1905 году он носил имя Иваново-Вознесенск. Именно здесь возникает первый в России совет рабочих депутатов. От всех фабрик города в совет избирается 151 представителя. По одному депутату от каждых 500 человек. Среди лидеров совета – Михаил Фрунзе и Николай Подвойский. Сегодня трудно отследить, где, как и по чьей именно инициативе сколыхнулись народные советы после отречения императора в 1917 году. Однако историкам известно – в те дни они возникают стихийно и повсеместно. И не только на заводах и фабриках. Всю дорогу крестьянские советы руководились эсерами. Ну, понятно, потому что эсеры была самая крупная партия. В марте 1917 года, по некоторым сведениям, до миллиона человек туда вступило. И, естественно, они по всей стране выступали как выразители интересов крестьянства. Поэтому крестьянство голосовало в крестьянских советах, конечно, за эсеров. А вот в рабочих советах там была другая ситуация. Там, конечно, большим влиянием пользовались меньшевики. В 1905 же году совет появляется в Петербурге. Позднее он будет называться Петросоветом. Изначально у его основания стоит Лев Троцкий. На некоторое время деятельность Петросовета утихнет. А в феврале 1917 года вспыхнет вновь. Таврический дворец поделит новая власть. Правое крыло займут ключевые депутаты распущенной Государственной Думы, а левая отойдет Петросовету. И изначально, до формирования Временного правительства, именно Петросовет будет считать себя главным органом власти в стране. Причем он возникает стихийно. Быстро принимают решения о представительстве в этот Петросовет и выборов его, то есть от воинских частей, от промышленных предприятий. Но кто же стоит во главе Петросовета? Ни Ленина, Троцкого в это время там нет. Они в бегах и ссылке. Исполком Петросовета возглавляют Николай Чхиидзе, меньшевик. Матвей Скобелев, тоже меньшевик. И Александр Киринский, СР. Все члены Государственной Думы. В дальнейшем в исполнительный комитет входят и другие политики. Либо СРы, либо меньшевики. Реально они имели власть не меньше, а может быть больше, чем временное правительство, поскольку именно Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов как-то мог воздействовать, повести за собой солдатскую массу. Временное правительство не очень-то было у солдат популярно. В отличие от временного правительства, Петросовет настроен более прагматично и радикально. Он считается одновременно и законодательной, и исполнительной властью, и наделяет себя правом издавать законы. Именно Петросовет первым делом выпускает знаменитый приказ номер один, по которому солдаты в частях должны организовывать солдатские комитеты и направлять своих представителей в Советы. Широко распространен миф о том, что этот приказ предусматривал выборность командиров. Ничего подобного, там все очень корректно сказано и про дисциплину в строю, и в боевых действиях. Но солдатам давались гражданские права в гражданской жизни. То есть они могли бы голосовать, не нужно было их унижать. И потом временное правительство закрепило эти нормы. Солдатам очень нравится этот приказ и новая власть. Ведь, по сути, она отменяет авторитет офицера. Однако не в бою, а в быту. Согласно приказу, солдатские комитеты должны заниматься контролем за соблюдением прав рядовых. Отдельные командиры довольны, потому что комитеты помогают поддерживать дисциплину в условиях, как считают солдаты, ненужной чужой войны. Но многие понимают это как разрешение больше не слушаться генерала и целыми днями заниматься чем угодно. Это сильно деморализует и разобщает армию. Действительно, это приказ номер один, это документ, который фактически разрушил армию. Она из какой-то дееспособной силы превратилась в какую-то непонятную аморфную структуру, которые начали жить каждый, кто во что гораст, как говорилось. Отсюда непонимание, зачем, собственно говоря, это все предпринималось. Ведь можно было бы обойтись и без него. Кроме самих авторов приказа, мало кто из тогдашних политиков мог просчитать все возможные последствия этого решения. В кабинетах власти царила эйфория. Все устремились на борьбу с ненавистным деспотическим царским режимом. А между тем, революционные демократы в Петросовете имели четкую и далеко идущую цель. Они дали понять своим оппонентам, что перетягивают армии на свою сторону. Они сдавали этот приказ преднамеренно. Они же были не идиотами. Они же прекрасно понимали, что любая армия, как государственный институт, она может базироваться только на принципах единоначалия. Если они передают власть в армии солдатским комитетам и таким образом убивают принцип единоначалия, то они, по сути дела, превращают армию не в важнейший государственный институт, а в орудие политики. Так оно на самом деле и произошло. С точки зрения захвата и удержания власти, у Петросовета для таких решений есть более чем веские основания. Трехсотлетняя монархия сгинула за неделю. И та легкость, с которой обрушился государственный строй, с одной стороны пьянит революционеров, а с другой они удивлены и опасаются, что это все неправда. Это не навсегда. Им кажется, что здесь скрыт какой-то подвох. Что понимали под этим подвохом? Под подвохом поднимали все одно и то же. Это монархический реванш. И все прекрасно в Совете и Временном правительстве они сидели и ждали, что вот сейчас начнется ответное движение, которое будет ответной реакцией на вот это вот обрушение империи, на то, что случилось вот в эту вот знаменосную неделю. И реванш монархический пойдет со стороны офицеров, потому что не надо забывать, что оплот Романовых, оплот монархии, оплот империи царской, это была военно-феодальная знать. Причем военная ставится на первое место. И когда Ленин характеризовал Романовскую империю как военно-феодальную, в общем-то он был недалек от истины. Этот реванш позднее и произойдет. Нам он известен как Гражданская война. Но тогда, в 1917 году, Петросовет пытается предусмотреть все. Кроме частей, воюющих на фронтах, он пытается взять власть над Петроградским гарнизоном. А это свыше 150 тысяч штыков. Откуда же они взялись? Еще осенью, 1916 года, Петроград входит в состав Северного фронта. И командующий Северным фронтом генерал Николай Русский активно стягивает в столицу резервные части и батальоны. Для чего он это делал? Какие цели преследовал? Это большой вопрос. Но, видимо, Николай Второй понял, что это делается неспроста. И именно тогда он выводит из подчинения генерала русского Петроград столицу Российской империи и создает отдельный военный особый округ. Это прекрасно знали и лидеры левых партий, то есть те, кто взяли под контроль исполком Петросовета. Ведь он был создан на паритетных, как бы, началах. А, значит, там были представлены и эсеры, и меньшевики, и большевики. Николай Второй понимает, что лучше бы оставить в столице людей понадежнее. Но со дня на день все откладывает и не может принять решение. А потом уже поздно. Генерал Русский становится одним из главных участников дворцового переворота. В ссылке император так скажет о нем. Бог не оставляет меня. Он дает мне силы простить всех моих врагов и мучителей. Но я не могу победить себя еще в одном. Генерала-адъютанта Русского я простить не могу. Причем тут допущена была Николаем Вторым ошибка серьезная. Он самые надежные и лучшие части из Петрограда, из столицы, вывел и бросил останавливать немцев. А если брать Петроградский гарнизон, о котором говорят, революционный гарнизон перешел на сторону революции, солдаты перешли на сторону революции. Но это такие солдаты, которые ни разу пороха не нюхали. В бою ни разу не были. Просто набрали новобранцев около 200 тысяч. Да еще им сказали, что скоро их отправят на фронт. На фронт они идти не хотели. Значит, если не хочешь идти на фронт, что надо делать? Поднимать революцию. Да, то есть вот такой был гарнизон. И самый главный фактор успеха большевиков, они сказали массам то, что те хотели услышать. Солдатам они пообещали мир, а крестьянам – землю. В противовес временному правительству, которое не собиралось делать ни то, ни другое. И уже начинало сильно раздражать тех, кто надеялся на какие-то изменения после февральской революции. Большевики улавливали настроение вот этих вот солдатских масс, поэтому они выдвигали вот эти два главных лозунга, то есть прекращение войны и все власти Советов. Поэтому они параллельно собирались провести мощную манифестацию, под лозунгом «Долой министров-капиталистов, вся власть Советам, долой войну» и так далее, и так далее. В июне 1917 года Таврический дворец принимает первый Всероссийский съезд Совета. И хотя подавляющее большинство депутатов относятся к эсэроменьшевистской коалиции, большевикам удается заявить о себе. Большевики там были в меньшинстве, потому что из этой тысячи делегатов, тысячи делегатов большевиков было чуть больше десятой части, там сто с чем-то. В основном, конечно, была эсэровская публика, она заправляла, и меньшевики-оборонцы, то есть вот те, которые возглавлялись Ираклием Церетели, его коллегами-социалистами, вошедшими только недавно во временное правительство, второй коллекционный состав. Ираклий Церетели, член исполкома Петросовета, выступает на первом съезде с главной речью. Ее суть сводится к тому, что от победы на фронте и наступления российских войск зависит судьба революции. Вслед за ним на трибуну выходят по очереди Ленин, Троцкий и Мартов, которые полностью ему противоречат. Их речи преследуют цель полностью дискредитировать наступление и тех, кто его готовил. Они призывают перестать тратить время на полемику и заняться делом. Там ему говорят, каким? Он говорит, каким? Нужно арестовать 10-20 буржуев. Начать с этого. И вот тогда, значит, обстановка оздоровится. Они поймут, что здесь не шутят. Троцкий ему вторил, сказал, вот Владимир Ильич предложил правильный рецепт. Поскольку сейчас, говорил Троцкий, временное правительство напоминает не правительство, а скорее оно напоминает научно-практическую конференцию, где собрались люди потеоретизировать, что-то пообсуждать, пополемизировать между собой и на этом разойтись. Вот это все не то. На фоне остальных выступлений от большевистской партии эти слова звучат еще довольно мягко. Потом выходят те, кто призывает к массовым арестам буржуев. В итоге большевики решают провести большую манифестацию под лозунгами «Вся власть Совета». Естественно, большинство делегатов съезда, они встретили это в штыки. Они запретили проведение подобных манифестаций. И они как бы в пику вот этой большевистской идеи решили провести альтернативное шествие, наоборот, в поддержку временного правительства и его усилий по наведению порядка в ТЛУ, на фронте, ну и так далее, и так далее. Вот это так называемый июньский политический кризис. Он возник как раз в период работы первого Всероссийского съезда Советов. Но само время и ситуация в стране играет на руку большевикам. Война продолжается, цены растут, в магазинах дефицит товара, массовая безработица. На этом фоне все больше людей начинают присматриваться к радикальным политическим группировкам, предлагающим изменить все и сразу. Отсюда и вот эта радикализация масс. Они же видели прекрасно, ну свергли царя, хорошо, дальше что? Вот месяц находится временное правительство власти, два, три, а ситуация только ухудшается и ухудшается. Война бессмысленная продолжается, продолжают гибнуть люди, значит, аграрный вопрос не решается, проблема власти не решается, ни один животрепещущий вопрос в тогдашней жизни страны он не решался. И большевики, естественно, на этом стали активно подниматься. Еще более резко ситуация меняется к сентябрю. Глава временного правительства Керенский, опасаясь усиления своих оппонентов и в частности большевиков, направляет армию генерала Корнилова на Петроград, очистить город от оппозиции. Но в последний момент понимает, что вместе с анархистами военачальник сместит и его. Тем более, что ему передают, будто бы генерал согласен оставить его своим заместителем. Керенский идет за помощью к Советам. Те ждут полки Корнилова на подступах к столице. И благодаря своему авторитету среди солдат срывают наступление. А большевики получают большие политические дивиденды. Керенский провоцирует в Петросовете большевистский переворот. Председателем исполкома выбирается Лев Давидович Троцкий. А через пару недель в рамках исполкома Петросовета создается военно-революционный комитет. Начался процесс так называемой большевизации Советов. То есть, вот Корниловский мятеж, он спровоцировал радикализацию левых сил и радикализацию вообще масс. Потому что они прекрасно видели, что вот это коалиционное временное правительство ни первое, ни второй, ни третье, они не способны решить насущных проблем. Особенно в сфере экономики и решения аграрного вопроса, и решения проблем войны и мира. Поэтому она неизбежна была, эта радикализация. И большевики на этой волне, на этом гребне начали процесс большевизации Советов. К осени 1917 года в Советах многих городов стали доминировать большевики и их союзники. Однако, до окончательной победы им было еще очень далеко. В ночь Октябрьского переворота в Смольном проходит второй съезд Советов солдатских и рабочих депутатов. Он изначально и был назначен на 25 октября. Многие большевики, в том числе и Троцкий, намеревались узаконить вооруженный захват власти именно на этом съезде. Ленин, правда, призывал не связывать эти события, но они совпали. И вышло так, что переворот был на самом деле легитимизирован вторым съездом. Ночью 26 октября там в два захода были приняты три главных и основных решения декрета. Значит, это декрет о власти, то есть о переходе всей полноты государственной власти Всероссийскому съезду Советов рабочих, солдатских, депутатов. Второй это декрет о земле, который воплотил в себе как раз или вобрал в себе вот этот знаменитый крестьянский наказ, состоящий из вот этих 242 местных наказов. Это декрет о мире. Плюс на этом съезде было принято решение о формировании временного советского правительства. Председателем Совета народных комиссаров был назначен Владимир Ленин. Членами правительства стали многие известные большевики, в том числе наркомом по иностранным делам был назначен Лев Троцкий. Наркомом внутренних дел Алексей Рыков. Наркомом по делам национальностей Иосиф Сталин. Но даже в те минуты большевики не уверены в своей победе окончательно. Там у большевиков вначале большинства не было. То есть вообще не было большинства. Это было бы коалиционное правительство. Ну и сэры и мишевики сами виноваты. Часть из них ушла со съезда в знак протеста против большевистского переворота. Никого компромисса никто искать не хотел в этот момент уже. На втором всероссийском съезде было представлено меньше половины советов рабочих и солдатских депутатов. Большинство советов на местах все-таки поддерживали меньшевиков и эсеров. Но те саботировали революцию и не посылали своих депутатов на съезд. В результате большевикам удалось вырвать случайное большинство в 1%. Большевикам большевиков было 51% на втором съезде советов в октябре. Вот было бы 49% и история могла бы пойти как-то иначе. Но большевики как раз были очень активны и это им помогло. А в январе 1918 года состоялись выборы в парламенте. Учредительное собрание. большевики получили всего лишь 22-24% голосов. А эсеры подавляющее большинство. Советы от имени которых большевики провели революцию да и сам народ на самом деле их совсем не поддерживали. Но они и с этим справились. Как всегда весьма радикально.